У кого, если вдруг я не полностью в камере, просто нажмите на видео, оно будет на весь экран, и тогда меня будет видно полностью. Всем привет! Я еще не знакома. Меня зовут Захарова Александра. У нас сегодня с вами третий эфир проходит по семи дням на пути к успеху. И третий эфир — это у нас результативный рекрутинг. То есть мы сегодня будем не просто разговаривать про рекрутинг, ну, конкретно там, как рекрутировать, сколько делать, да, еще что-то, а мы с вами именно поговорим про рекрутинг, который дает результат. На самом деле способов рекрутирования их очень много. Некоторые из них мы с вами сегодня затронем, да, то есть я расскажу, как рекрутировать в нашей команде, например. Вот. Но основное понимание нужно иметь, что на самом деле все методы рекрутирования работают. Другой момент, почему у кого-то методы рекрутирования дают результаты, а у других людей, которые делают то же самое, возможно, результатов нет. На самом деле, знаете, я сейчас хочу привести такой пример. У меня вот ребенок иногда ко мне подходит и говорит, мам, кто сильнее, мегалодон или там какой-нибудь тираннозавр Рекс, например. То есть два совершенно разных динозавра. Один живет в воде, другой живет на суше, да, то есть у каждого из них есть свои плюсы, свои минусы, и очень сложно сравнивать. И когда он у меня просит вот так вот быстро ему ответить, я всегда говорю, смотри, есть очень много параметров. В каких-то вещах будет сильнее тирекс, в каких-то мегалодон. Он такой, а суммарно? Я говорю суммарно, нужно сначала сравнить все параметры, и потом тогда нам будет понятно, кто из них будет сильнее суммарно, да. Вот то же самое с рекрутированием, что есть очень много параметров, которые влияют на качество вашего рекрутинга. Давайте так, в комментариях вы можете писать вопросы, я буду там раз в несколько минут заходить, смотреть, и буду, соответственно, возвращаться, отвечать на них. Вот, но давайте сразу с вами определим, что такое рекрутинг, и почему часто говорят, что рекрутирование – это дыхание бизнеса. Причем, знаете, тоже такую ремарочку сделаю, на прошлом эфире был как раз-таки вопрос, если ты не любишь рекрутировать, или у тебя не то настроение, надо ли идти в рекрутинг. Смотрите, когда-то с мужем мы открывали свой бизнес, у нас был свой обычный бизнес, а был еще онлайн бизнес. Обычный бизнес, у нас был магазин света, предметы интерьера, техники, там еще чего-то, не помню уже. Вот, когда мы его открыли, у нас был четко прописан бизнес-план, у нас были налажены поставщики, нам нужно было только наладить сбыт товара, да, потому что раньше у меня муж работал в этой сфере торговым представителем, то есть как бы все нормально, но сбыт товара, тут же скрутить магазин. И вот тут вот мы возвращаемся к тому, что в любом бизнесе нужен рекрутинг. Что мы с мужем начали делать? Мы начали вести социальные сети про наш магазин, мы начали добавлять туда подписчиков, мы начали на улице раздавать листовки, мы сделали баннеры, мы вставили их там, да, что поверните там через 500 метров магазин или еще что-то, мы сделали огромную светящуюся вывеску, да, это все рекрутирование. Что такое рекрутирование? Это привлечение людей к своему бизнесу. Если это бизнес-обродажи товара, то есть это как привлечь покупателей своего товара. Если это там какой-нибудь сфера услуг, да, вот мне иногда говорят, я творческий человек, вы знаете, я тоже творческий человек, я очень, я 9 лет работала фотографом, я, ну, сейчас скромно, да, скромность второй части уловно, я очень круто фотографировала, у меня очень крутые фотки, я классно их обрабатывала, я их продавала и в России, и за рубежом на фотостоках, они круто покупались, да, съемка, ну, то есть здорово все делала, но я не умела себя продавать. То есть у меня были клиенты, и я им говорила такие цены, ну, как бы, что я толком не зарабатывала, иногда даже в убыток себе работы. То есть я не умела продавать себя и свои работы. А когда ты ищешь клиентов, это очень важно, продавать себя и свои работы, это тоже рекрутирование. Ты можешь быть офигенным фотографом, но если ты не умеешь рекрутировать, у тебя не будет клиентов. Это самое-то главное, правильно? Почему есть фотографы, которые классно фоткают, и у них очередь на запись на год вперед, а есть фотографы, которые также классно фоткают, но у них нету этой очереди, хотя даже цена дешевле. Вот потому что люди не рекрутируют. И когда я работала фотографом, я тоже помню, вела странички в социальных сетях, и каждый день в ВК можно было добавлять 40 человек в день, каждый день я кидала 40 заявок в друзья в день в ВК для того, чтобы люди видели мою страничку, для того, чтобы они обращали внимание на то, что я фотограф. Таким образом я развила свой ВК до 6,5 тысяч подписчиков, потому что я просто привлекала, добавляла людей и постоянно выкладывала свои работы. То есть это тоже было рекрутирование. Если мы работаем в парикмахерской, если мы не рекрутируем, к нам не будут идти люди. А если к нам не будут идти люди, то парикмахерская скоро закроется. То есть это работает в любой сфере. Вот я хочу, чтобы вы понимали, что рекрутирование – это и есть привлечение людей к своему бизнесу. Если у вас есть деньги, ну вот допустим, вы решили открыть свой бизнес, вот как мы когда-то с мужем открыли, у нас, конечно, денег не было, мы взяли кредит, когда открывали бизнес, и мы сразу запланировали, что 200 тысяч мы вкладываем в рекламу, вывеска стоила 90 тысяч, вот эти баннеры на печаток поставить стоили там еще где-то порядка 50 тысяч, потом вот эти листовки на печаток, еще тысяч пять стоило сверху, рекламу на радио мы запускали, по-моему, 15 тысяч это стоило, не ошибаюсь, еще что-то не помню, ну, короче, куча подарки для первых месяцев, всем покупателям дарили подарки, у нас была беспроигрышная лотерея, тоже мы туда вложили, еще что-то. То есть мы изначально запланировали, что 200 тысяч мы вбухиваем в то, чтобы, грубо говоря, рекрутировать, на продвижение, на таргетированную рекламу, чтобы странички набирали обороты и прочее, то есть вот мы вкладывали. Если у вас есть деньги, вы можете также в свой бизнес вкладывать, вы можете, да, там, не знаю, тоже заказать какую-то таргетированную рекламу, еще что-то, это тоже метод рекрутирования, но чаще всего, когда приходят в Арифлейн, денег-то нет, правильно? И люди что начинают делать? Они начинают рекрутировать руками. Начинают рекрутировать руками мало, начинают звать людей мало, делают выводы, когда народу прошло очень мало. Сегодня, интересно, мы обсуждали с моим спонсором в личке по поводу того, что я приехала в аквапарк в будний день. В аквапарке в будний день было 1600 человек. При учете, что зайти с семьей в среднем стоят, это эти маленькие дети, у них скидки, в среднем стоят где-то в районе 6-7 тысяч рублей. В аквапарке было 1600 человек. Первая моя мысль была, офигеть, сколько людей, почему они не на работе? Первая моя мысль. Когда мы стали разговаривать с Наташей, она мне пишет, Саша, ну сама прикинь, а сколько людей живет в Волгограде? Давай посчитаем, сколько людей от количества населения Волгограда реально было в этот момент в аквапарке? Всего 16 тысячных процентов. Прикиньте? То есть визуально, мне кажется, много, а на самом деле это очень мало. Это как, не знаю, горошинка в огромной куче какой-нибудь. И когда мы рекрутируем, происходит то же самое. Нам кажется, что мы пишем много, что там люди, кто-то отказывается, еще что-то. Но на самом деле мы делаем такой мизер по сравнению с тем, как делают, например, какие-то бизнесмены. И обычный, даже элементарный пример. Вот представьте, вот у нас рядом с домом открылась парикмахерская. Каждый день мимо этой парикмахерской ходят тысячи людей. Тысячи. Как вы думаете, давайте вот вопрос на засыпку, сколько людей зашло из этой тысячи в парикмахерскую, чтобы подстричься? Вот вы сами вспомните, как часто вы ходите каждый день мимо каких-то магазинов? И как часто вы в них заходите? Вы лично. А еще сотни тысяч людей, которые ходят мимо? Напишите в комментариях. Вот как вы думаете, из тысячи человек, кто, сколько людей зашло в парикмахерскую, которые мимо прошли? Ну, просто предположение в чат. Пишите. Пять-десять. Кто еще сколько думает? Вы знаете, я еще так рассуждаю, я просто помню этот момент. У нас было, когда свой магазин был, у нас были такие огромные панорамные окна, в которых все светилось, было красиво. Магазин был в центре города. 50 тысяч в месяц стоила аренда помещения у нас. Просто помещение. Без коммунальных платежей, без охраны, без пожарки и прочего. Просто аренда помещения. И вот это все еще плюсом домом. То есть где-то за аренду плюс вот эти все выплаты, мы 70 тысяч в месяц платили. И вы знаете, я помню вот это состояние, когда мы с Димой наливали себе кофе. Я приезжала, я студенткой была, я приезжала после пар к нему помогать туда. Он там работал, ну, как бы каждый день с утра до вечера, выходной понедельник. С 9 утра до 9 вечера работал у нас в магазин, выходной понедельник у нас был. И как раз совпало, что у меня в универе понедельник не было пар, и как бы вот у нас был общий выходной. И я помню, мы стоим, пьем кофе, смотрим в окно, и мимо люди ходят. Центр города, представьте, сколько людей ходит мимо. А в магазине вот такое ощущение, что сверчки поют. Какая стишина, никого нет, понимаете? И когда ты за день в магазине сделал выручку, дай бог, 5 тысяч, это было счастье. Прикиньте, в будний день иногда вообще ноль было. А за аренду тебе платить в конце месяца, и за все коммуналки, и за все-все-все. И зарплату. Я студентка, муж только единственный. Вот у нас вот этот бизнес, понятное дело, мы только от него живем. Вот, 5, 3, 5, 20, 10. Ну, зная, вот у меня, например, парикмахерская рядом, я когда туда хожу, мы разговариваем с девчонками, они говорят обычно где-то, ну, если это не какие-то праздники, типа перед Новым годом или перед первым сентябрем, обычно в лучшем случае человек 5 в день заходит. Вот прикиньте, тысяча людей ходят мимо, и человек 5 в лучшем случае в день заходит. И то, скорее всего, это какие-то постоянные клиенты. Новых людей заходит буквально 1-2. Кто-то спрашивает цену, есть ли запись, и уходит, кто-то записывается или там садится и стрижется в этот момент, правильно? Вот, у нас тоже был свой магазинчик. Да, вот люди, у которых был свой бизнес, они обычно в Reflame лучше стартуют, потому что они понимают, что такое ведение бизнеса. Вот рекрутирование – это вопрос количества действий, которые ты делаешь для качества своего бизнеса. Написать 10 людям за сегодняшний день, в парикмахерской, напоминаю, тысяча людей ходит мимо, и человек 5 зайдет. А мы пишем 10 и ждем, что они зарегистрируются и расстраиваемся, когда они нам отказывают. Почему? Поняли, да, о чем говорю? Это вот самое первое. Я хочу, чтобы вы в первую очередь это осознали. Когда я пришла в этот бизнес, я вам честно скажу, до сих пор я не люблю рекрутировать. И был даже период, меня Наташа Крайнова всегда поздравляла с рекрутированием высоким. Джамиля меня постоянно звала, и Оля Покушова на планерке, чтобы я рассказала, как я рекрутирую. Меня называли лучшим рекрутером, еще что-то. Ненавидела это. Мне казалось, ну неужели вы только эту рутину на меня повесили, что я только это умею? Ну я ведь еще много чего умею. Но, да, я тогда, зная, что такое бизнес, я реально делала много. Вот меня спрашивают, сколько ты делаешь? Я иногда даже ответить не могла. Но минимум, я всегда говорила, минимум 150 контактов, то есть 150 диалогов в день я завожу для того, чтобы была одна рега каждый день в системе. Иногда бывает, что сегодня ко мне регистрировался человек, с которым я общалась три месяца назад. То есть это еще и накопительный эффект. Это было тогда, пять лет назад. Тогда была такая вот у меня система, тогда у меня была такая стратегия, это на холодном рынке. На самом деле, хоть мы и говорим, что на теплом рынке людей соглашается больше, я, ну, лично я считаю, что на теплом рынке статистика примерно такая же, как на холодном. Там просто единственное есть преимущество, что у вас уже есть какая-то связь с человеком. То есть если у вас, в принципе, вы как бы человек, который поставил себя в этой жизни, то тогда да, ваш личный бренд, то есть человек вас знает, он поможет вам включать их более быстро. Если вы всегда в этой жизни были как бы не авторитетом для этих людей, то включение происходит так же, как и на холодном рынке. Нет никакого там сверх сумасшедшего включения. С теплым рынком просто удобство в том, что, ну, как бы есть вот этот контакт. Понятно, да, то есть контакт налаживать не надо. Конечно, на холодном рынке нужно помнить, что вы еще налаживаете контакт с человеком. Это примерно так же, как когда ты идешь к парикмахеру, которого посоветовала тебе знакомая, или когда ты идешь к парикмахеру, который совершенно неизвестен тебе, да. То есть может ты и пойдешь, которому неизвестен, никто с этим не спорит, но все равно мысленно ты будешь думать, блин, ну этого же порекомендовали, он точно прикольно делает, ты пойдешь к нему. Ну, возможно, да, то есть вероятность выше. Вот когда мы работаем с теплым рынком, нужно понимать, что возможность выше. Почему еще важно работать с теплым рынком в первую очередь? Потому что по опыту рассказываю, ребят, по опыту, рекрутинг с теплым вопрос не только в том, что он там быстрее растешь или еще что-то, а просто когда ты постеснялась позвать свою подружку, а потом спустя время ты узнаешь, что она развивается в другой команде, это капец как обидно. Поэтому лучше свою теплую звать в первую очередь. Даже если они сейчас к вам не придут, то они будут знать, что вы развиваетесь в Эрифлейн, и когда что-то у них в жизни поменяется, и кто-то их позовет, они вспомнят, блин, а моя же там вот знакомая, она вот занимается, я лучше пойду к ней, потому что я ее знаю. Вот это преимущество теплого рынка. Только помните, что если вы позвали один раз, то человек захочет в бизнес через год, он может просто забыть о том, что вы где-то развиваетесь. Поэтому периодически напоминайте о себе, периодически возвращайтесь к людям, которые звали, что-то в жизни может поменяться. И всегда, вот знаете, еще нужно отключать вот эти обиды, что если человек к вам не пришел, то вот он вообще зараза такая, лучше вообще писать никому не буду. Ну, то есть это тоже нормально. Ну, как, например, я вот вам скажу, хотите печенье, а вы, например, не едите сладкое, вы скажете, нет, не хочу. Но это не значит, что я плохое печенье приготовила, или оно невкусное, или еще что-то. Это просто значит, что человек его не хочет. Он не стал от этого плохим. При этом через год он может начать есть сладкое, он с удовольствием слопает ваши печеньки. Почему нет? Да, вот сейчас вот он на диете. Вот это я хочу, чтобы вы осознали и поняли. Давайте сейчас комментарии проверю. Так, пока вопросов не было. Вопрос, будет ли запись. Да, запись идет, запись будет. Вот. Все. Мы с вами поняли, что рекрутинг в первую очередь это то действие, которое необходимо для бизнеса. И как я уже говорила, я не любила рекрутинг. И не люблю его до сих пор. Но я знаю, что без рекрутинга роста в бизнесе не будет. Поэтому что я сделала? Я сделала для себя рекрутинг так, чтобы я его могла сделать практически на автомате. То есть я встала в нем, ну не знаю, как вот за рулем, когда мы ездим. Мы сначала садимся, я помню свой первый день за рулем. Ты такая села, а тебе водитель, ну этот инструктор говорит, поехали. Ты такая на него поворачиваешься и говоришь, в смысле поехали? Он говорит, ну нажимай педали и поехали. И у меня сразу вопрос такой, я говорю, подождите, ноги две, педали три. Ну газ, тормоз, понятно, а третий зачем? И тут он понимает, что я ни разу в жизни не сидела в тачке, и тем более за рулем. И он такой, ладно, давай, вот смотри, это цепление, это то-то-то, объясни мне. И я, значит, начинаю ехать, я выезжаю сразу на дорогу, то есть это не на площадке происходит. Еду по городу, и у меня стресс. Почему? Потому что нужно смотреть в боковые зеркала, зеркало заднего вида, смотреть вперед, следить за рулем, гидроусилителя у меня никакого не было, у тебя три педали, а ноги две, еще тебе нужно переключать передачи, и еще тебе нужно слушать, что тебе говорит инструктор, вникать в это, и следить за ситуацией на дороге, потому что каждый норовит тебя подрезать, обогнать или еще что-то. Это был трэш. Я вышла из машины в первый день и пришла домой, у меня слезы градом, и я говорю, я никогда в жизни не сяду за руль. Никогда в жизни я не сяду больше за руль. Я сказала это родителям, но, правда, потом два дня поездив опять на маршрутке в универ, я опять вернулась и сказала, нет, я все-таки сяду за руль, пошла и учиться дальше. Обучение на машине было стресс, сдача экзамена был стресс, катание первые, наверное, недели две был стресс, то есть где-то два месяца у меня ушло на то, чтобы убрать стресс за рулем. А потом, знаете, что-то как-то и педали автоматически нажимаешь, и коробку передач переключаешь, не замечаешь, уже слушаешь музыку, поешь песни в голос, разговариваешь с кем-то, кто рядом сидит. Первое время я не разговаривала, если я за рулем, я за рулем, все, никто не говорит, машины все молчат. Вот, потом как-то легче, сейчас вообще, чуть-чуть, доехала, даже не поняла, как доехала, едешь, кайфуешь, наслаждаешься жизнью, да? Вот то же самое с рекрутингом, сначала это тяжко, это тяжело, ты испытываешь стресс, но ты можешь довести эти вещи до автоматизма, и ты будешь... Напишите в чате, меня слышно, видно, сейчас меня видно не будет, правда, сейчас я напишу маме, что у меня эфир, потому что я не знаю, зачем она звонит. Вот, так, прерывается, ребят, у всех прерывается? Все хорошо. Видео на паузе. Давайте сейчас я вот так... Оп, оп, оп. Все, видео должно появиться. Слышно, видно. Супер. Вот, понятно, да, о чем говорю? Рекрутинг нужно довести до автоматизма, примите его как должное. Если вы не любите рекрутировать, примите как рутину. Ну, если вам нравится, вы можете попробовать найти кайф от рекрутинга. Кто-то представляет, что он не рекрутирует, а ищет человека, которому поможет изменить жизнь, начинает от этого получать кайф. Для кого-то это азарт, да, определенный, там, отрабатывать возражения, еще что-то. Это уже зависит от вас лично. Я для себя эту рутину просто сделала той обыденностью, которую необходимо делать. Вот и все, довела ее до автоматизма. Теперь поехали дальше. Система и количество. Система и количество. Как мы с вами говорили, тысячи людей проходят мимо парикмахерской, пять заходят внутрь. Вот в рекрутинге важно количество. Чем большему количеству людей вы расскажете о том, что есть возможность зарабатывать, есть возможность строить бизнес, есть возможность пользоваться продуктом, есть возможность, я не знаю, зарабатывать на продажах, на построении команды, путешествовать, получать машины или еще что-то, тем больше вероятность, что кто-то к вам придет, правильно? То есть наша задача просто увеличить количество действий, которые мы делаем. Но есть еще один важный фактор, который влияет на количество регистраций, которые к вам приходят и на которые влияют на ваш рост. Это система. Система. Мы можем с вами целый день приседать дома, а потом месяц сидеть и нихрена не делать, орех на попе не накачается. А можем каждый день приседать по 10 минут, и уже через месяц заметим изменения. Давайте еще проще пример. Мы можем целый день ничего не есть, пить воду и кушать там яблочки, например. К вечеру мы заметим, что вроде отечность спала, я что-то даже похудела, минус 400 грамм на весах, да, еще что-то. Но если завтра мы пожрем торт, булочки, не знаю, там, мяско, там, что-нибудь жареное, вкусненькое, еще что-то, мы заметим, что что-то этот разгрузочный день нас толком не дал результата, обратно эти 400 грамм вернулось, еще килограмм сверху, да, то есть почему? Потому что нет системы. Когда мы сидим на диете, мы три недели сидим на диете, например, потом начинаем кушать все подряд, и тот вес, который мы потеряли, резко к нам возвращается. Почему? Потому что для того, чтобы быть стройным, нужно всегда правильно питаться и там вести более или менее среднюю активность. Для того, чтобы там были красивые волосы, за ними нужно ухаживать в системе. Для того, чтобы наш организм был здоровый, нужно в системе о нем заботиться, а не так, что я сегодня попила таблеточки, а теперь вместе я буду делать то, что хочу, да. То есть, понятно, везде важна система. То же самое с рекрутингом. Если мы хотим результаты, важна система. Каждый день определенное количество в системе. Причем, смотрите, если вы сегодня сделали, ну, я сейчас просто, к примеру, говорю, там, допустим, отправили 150 сообщений, завтра 150 сообщений, через 3 дня 150 сообщений, а через 4 дня 80. И по итогу недели вы подбиваете свои показатели, вы считаете, что каждый день вы отправляли 80 сообщений. Потому что в системе вы отправляли 80, а не 150. Как банки считают нам процент на вкладах? Кто кладет под процент деньги на вкладах? Я кладу. Ежемесячно идет процент. Например, вот у меня на Райфайзе сейчас лежат деньги под 6% годовых, ежемесячно. Да? Но процент начисляется на минимальную сумму в течение месяца. То есть, даже если у меня там лежит 300 тысяч, и я, например, сняла 280, а на следующий день положила их обратно, то процент я получу только с 20 тысяч рублей. Вот то же самое с накопительным эффектом прикрутинга, с системой, что каждый день должно быть определенное количество действий. Понятно, объясняю? Давайте по вопросикам. Ну, я думаю, что это все понятно. Вот эти вещи, которые я говорю, я стараюсь прям максимально разжевывать. То есть, для себя записываем система количества. Есть очень крутая книга «Накопительный эффект». Если кто хочет понять, как действует, работает система, вы можете почитать эту книгу. Она очень крутая, система работает во всем. Мне еще очень нравится там пример такой, знаете, что мы иногда не замечаем, как сильно маленькие отклонения от системы влияют на наши результаты. Там есть такой пример. Представьте, летит самолет, он вылетел из Волгограда и летит в Москву по определенной траектории. Если в начале пути он отклонится на миллиметр от своего маршрута, на миллиметр незначительно, и продолжит движение по этой траектории, в начале это отклонение миллиметра, оно незаметно, а самолет приземлится в другом городе. Поняли, о чем говорю, да? Вот то же самое с рекрутингом. Поехали дальше. Что еще важно для того, чтобы рекрутинг был результативный? Вот я рекрутирую, я довела это до автоматизма. Я делаю в системе каждый день определенное количество действий для своей соцсети. Все, у меня идут голосовые, у меня даже, возможно, есть регистрации, но вот недостаточно хороший результат этого рекрутинга, не так мне нравится. Что еще важно? Когда вы идете рекрутировать, важно понимать, зачем вы туда идете, что вы хотите получить от этого рекрутинга, какая цель, что я хочу получить. Это важно, потому что иногда бывало, что ко мне приходили партнеры, и они пытались мне доказать, что 150 сообщений не дадут регистрацию. У них была цель просто сделать 150 сообщений. Все. Другой цели не было. И вы знаете, у них правда не было регистрации. Они мне это доказали. Долгое время я пыталась понять, почему у них не было регистрации. Вроде делают 150 сообщений, как я, как все мои партнеры, у которых есть регистрация. У них нет. А потом я поняла, что это определенный соревновательный эффект. Показать, что смотри, видишь, я 150 делаю, а ничего нет. Ты видишь, да? То есть это основная цель. У них не было вопроса, а как сделать, чтобы было? У них была задача доказать, что нет. Вот всегда помните, что вы хотите получить от рекрутинга. Вы идете туда зачем? Отправить 150 сообщений, потому что вы довели до автоматизма, и вам даже пофигу, зачем вы это делаете. Или вы идете туда за классным партнером. Самое интересное, что когда у вас есть цель, и вы идете туда реально за классным партнером, иногда бывает, что даже одно сообщение приведет вам классного партнера. Это работает, ребят. Случайности не случайны, да? Как в кунг-фу панде говорили. Случайности не случайны. Вот и тут так же. Случайности не случайны. Зачем вы идете, то и получаете. Я не говорю, что если вы идете за ключевым партнером, то стопроцентно вы в этот момент получите ключевого партнера. Нет. Но это один из факторов, который влияет на результат вашего рекрутинга. Зачем вы пошли в рекрутинг? Вы просто даже сообщение будете отправлять по-другому. Вы отвечать будете по-другому. Вы будете сразу же отвечать на отклик. Вы будете диалогить с человеком. Вы не просто скинете ему голосовое сообщение. Вы наговорите ему своим голосом. Вы найдете какие-то интересные... Ну, знаете, вот у меня бывает, когда у меня вот желание прям найти партнера, я прям беру, не отправляю записанное сообщение. Я пишу сообщение в моменте, и я могу смеяться в этот момент. Я говорю, слушай, шла, думала, блин, отправлю аудио, а потом такая думаю, что аудио запишу лучше прям голосом здесь. Сейчас как раз время есть свободное. Сейчас тебе расскажу вообще все как на духу. Смотри, я приглашаю тебя сразу, предупреждаю на бизнес, да, то есть это не наемная работа, и пошла рассказывать голосовой. Поржала, что там сказала, ребенок на фоне поорет, как я скажу, видишь, с детем совмещаю, терпи, он рядом, может заорать, но я постараюсь его немножко утихомить, сейчас быстренько расскажу, пока вроде замолчал, да, и человек, чувствуя вот эту энергию, вероятность того, что он согласится выше, то есть я шла за партнером, поэтому я сделала что-то немножко нестандартное, и это понравилось человеку. Такое тоже имеет место быть. Вопросики есть? 150 сообщений, это первое касание. Давайте дальше, когда перейду к вариантам, да, эти, где можно рекрутировать, мы поговорим, в какой соцсети, какие вещи могут давать вам результат или не давать его. Вот, понятно, да, о чем говорю? Цель, что вы хотите получить? Теперь дальше смотрите. Еще один важный момент. Когда мы идем рекрутировать, важно понимать, а как вы относитесь к тому, что вы предлагаете, на что вы будете звать человека сейчас. потому что если вы сидите и думаете о том, что, ну, я, конечно, не знаю, не, ну, я попробую сейчас, попробую, не уверена, что у меня что-то получится, да и вообще, ну, как бы, так себе, как сейчас, что-то вообще такое, этот, да, не знаю, вообще зарабатывает там на мне, я сейчас еще звать кого-то буду. То есть вот, если у вас какое-то такое отношение, результата не будет, ребят, сто процентов. Когда вы идете рекрутировать, у вас должна быть уверенность, вера в себя, вера в продукт, вера в компанию, вера в команду. Четыре веры, которые у вас должны быть. К сожалению, у новичков очень часто эти веры отсутствуют. Они либо не верят в себя, либо не верят в продукт, либо не верят в компанию, либо не верят в команду, да, то есть потому что у них нет опыта, нет навыков, поэтому новичка очень важно очень плотно сопровождать для того, чтобы вы первое время давали ему веру в себя. Это спонсор дает ему веру в себя. Вот. Но если вы хотите именно у себя получать классные результаты и вы готовы над собой работать, я хочу, чтобы вы прокачали эти четыре веры. Как их качала я? Давайте начнем с самой простой, верой в себя. Ну, тут немножко сложно, просто начните выполнять такое задание. Вообще, в принципе, себя надо любить, в себя надо верить. На самом деле, мы способны очень на много. Очень на много, да, страхи и комплексы нам часто мешают, но единственный человек, который может справиться с чем угодно, это вы. Единственный человек, который реально круто выполнит какую-то работу, это вы. Даже когда вам кажется, что этот лучше делает вы, потому что за свои действия вы можете, не то что отвечать, вы можете управлять своими действиями. Иногда не хватает навыков, но вы их можете получить. В себя надо верить всегда. Человек способен на невероятные вещи, на очень невероятные. Самолет прям так у нас прилетел. Аж не поднял. Вот, соответственно, веру в себя, это просто качаем, спонсоры, ваша задача помогать качать веру в себя людям. Вера в продукт. Я вот даже взяла духи с собой. Вы знаете, я не люблю духи Арифлейма. Сейчас неожиданно сказала, да, всегда пыталась найти запах, но не как вот более или менее Love Duff, мне нравился запах, но он был не очень стойкий. Но им я пользовалась. Но когда появились вот это, вот эти Soul Fever Aesthetic Hure, это просто. Это космическая любовь, любовная. Я нашла свой продукт, взяла его с собой. Но несмотря на то, что я не очень люблю духи, да, и вот это первые духи, в которые я просто влюблена без остатка в Арифлейм, несмотря на это, у меня были продукты, которые мне очень нравились. То есть через личное пользование. И вы знаете, когда мне кто-то говорил, ой, это ужасное качество, ой, это еще что-то, у меня не колебалось внутри ничего. Честно признаюсь, у меня не появлялось сомнений в продукте. Почему? Во-первых, я уверена, что продукт делают из хорошего, качественного, ну, как бы, хороший качественный продукт, потому что я сама им пользуюсь, и мне нравится многое. И все. Некоторые вещи мне не подошли, как и любой человек, у каждого человека есть вещи, которые подходят, которые не подходят, поэтому у нас такой большой сегмент различных, ну, то есть кремов, куча разных, да, шампуней, куча разных, там, духов, куча разных, с разными запахами, а не так, что одна зубная паста, один шампунь, один крем, да, почему? Потому что к каждому человеку подходит что-то свое. Я была уверена в продукте. Но самое главное, почему я не сомневалась, когда говорила про продукт, потому что я не продвигаю наркоту, я не продвигаю алкоголь. Пользуясь этим продуктом, человек не сделает себе хуже. Он сделает себя красивее, он сделает себя увереннее, он сделает себя здоровее, да, он сделает себя, там, я не знаю, интереснее, если какие-то аксессуары купит или еще что-то. То есть я была уверена, что я не продвигаю что-то ужасное. Понимаете? Это вот первое, что мне давало веру и уверенность в себе, точнее в продукте. Следующее. Я знала, что есть люди, которые получают деньги. Есть два важных правила. Первое. Если кто-то сделал этот результат, значит любой человек может сделать этот результат. Это первое правило. Второе правило, которое меня тоже двигало, что если компания держится, держит уверенные позиции относительно лидирующие, да, и почему я говорю относительно, потому что много лет, я сравниваю только последние, да, в принципе, много лет, она всегда была в лидирующих позициях по различным мировым рейтингам, то я могу быть уверена в этой компании. Понимаете? 55 лет. 55 лет. Какой-то лохотрон не продержал тебя 55 лет, понимаете? Его бы тут же раскусили. Плюс ко всему мы с вами понимаем, что это обычный бизнес, просто в котором есть чуть больше возможностей за счет более гибкой системы и за счет того, что руководители этого бизнеса поставили себе цель сделать лучшие продукты, лучшие возможности, а не заработать как можно больше денег, да, и у меня сразу появляется уверенность в компании, у меня появляется уверенность в команде, потому что я захожу в чат и я вижу поддержку. Никто не крысятничает, никто никого не обижает, никто ничего ни с кем не делает. У меня появляется вот эта уверенность. И когда мне кто-то говорит, что ваш бизнес не работает, меня это не колышет. Я в этот момент, у меня стержень внутри, я знаю, что он работает. Когда мне говорят, у меня была тетка Люська, и она там вот квартиру потеряла, находясь в Арифлейме, я включаю свой мозг и понимаю, вот расскажите мне, вот вы сейчас здесь работаете, расскажите мне, что, блин, надо сделать, чтобы потерять квартиру в Арифлейме. Вот расскажите мне, пожалуйста. Напишите кто-нибудь в комментариях. Нас так много с вами на эфире. Кто-нибудь, напишите, вот кто-то хоть, ответьте мне на вопрос, что, блин, надо сделать, чтобы потерять квартиру в Арифлейме. я пока не нашла ответ на этот вопрос, честно. Сказочники, вот, понимаете? Ну вот что, что надо сделать, что? Ну даже если заложить ее, чтобы получить деньги, вот она продала ее, допустим, получила с нее миллион, допустим, нахрен ей миллион в Арифлейме, вот объясните мне. Даже если ты зарабатываешь на продажах, ты на миллион не купишь продукции, чтобы ее реализовать. Ты же не дебил. Ну может, но есть люди, которые там на 10, на 20, на 30, ну на 50 тысяч могли купить продукции раньше когда-то, в старые годы. И там, допустим, ну на 50 тысяч, это я по сегодняшним деньгам говорю, продать эту продукцию и типа заработать. Да, ну вот кто-то, возможно, вот так вкладывал, а в итоге не продал. Ну это, извините меня, уже дегенератором надо быть, чтобы там заложить квартиру и купить на нее продукцию, чтобы продать и заработать. Ну как бы проще тогда продать квартиру подороже, заработать и купить другую подешевле. Ну тогда уж, правильно? Это невозможно. Ну все просто, родите без мозга. Боже, как мне нравится. Выкупать продукцию для получения квалификации. Алексей, ну все равно, понимаешь, ну квартира, ну это дебилом надо быть, чтобы выкупать, ну как бы продать квартиру ради поездки, понимаешь? Ну как бы, ну вот логически. Ну вот я делала Абудаби, выполняла квалификацию. Да, были моменты, когда мне чуть-чуть не хватало, и я делала до заказа. То есть я где-то могла там докупить, точно 5, например, да, и потом, ну я покупала такие вещи, которые у меня часто заказывают, или которыми я пользуюсь сама. И я либо продавала, либо просто в следующем каталоге себе не покупала эту вещь. Ну, к примеру, да, то есть немножко шла, ну, побольше отдавала. Да, были такие моменты. Ну, как бы, все равно, это же, ну, где-то там чуть-чуть, ну, поняли, да, идею, что когда мне что-то подобное говорят, я знаю, что это невозможно, потому что у меня работает мозг. Вот и все. Вот эта уверенность в себе должна быть. Всегда, когда вам говорят какую-то вещь, подумайте о возможности. Когда мне говорят, у меня аллергия на все, я спрашиваю, на что конкретно? Вот на все. Ну, давайте по-честному, состав зубной пасты и состав духов, они совершенно разные. Не может быть аллергии одновременно и на духи, и на зубную пасту. На крайний случай есть аксессуары, на них точно нет духов. Сумка, например, у кого аллергия на сумку? У меня нет аллергии на сумку. Тут вопрос в том, что хотим мы развиваться или нет. Просто кто-то готов что-то делать. Вы знаете, даже всегда такой пример по поводу там аллергии или еще чего-то. Если ты владелец аптек, и ты мужчина, это не значит, что ты пользуешься прокладками, которые в этой аптеке продаются. Правильно? Ты можешь найти точку сбыта, то есть реализовать этот продукт. У нас с вами есть такая возможность. ЛТО можно реализовать. Можно даже не пользуясь продуктом, строить бизнес. Ну, если уж на то пошло. Да? То есть всегда можно найти вариант, если хочешь денег. Да. Вот. Отлично. Это мы с вами поняли. То есть полюбить продукт и быть уверенным в себе, уверенным в бизнесе, уверенным в комбайнде. На самом деле, вот я вам сейчас рассказываю, и вам здесь и сейчас это может казаться логичным. Но! Когда новичок, или даже когда мы сами отрабатываем некоторые возражения, все равно иногда бывает, что-то скажут, и вы такие, а правда, херня какая-то. Раз, нас пошатнуло. Ну, бывает такое. Это нормально. Вот для этого важно постоянно поднимать эти темы, постоянно о них проговаривать. Наша общая поддержка друг с другом, она важна, потому что наш мозг иногда идет по более легкому пути, у него включается защитная реакция, и он такой, ну да, легче просто не делать. Да? Нам это не надо. Нам с вами нужно качать внутреннюю уверенность и понимание, зачем, для чего и как мы делаем. Дальше поехали. Рекрутируем в любом настроении. Почему часто у людей не бывает результата в рекрутинге? Потому что, если плохое настроение, я не порекрутировал. У меня сегодня произошло что-то страшное, ну, в жизни всякое бывает, да, иногда бывают, происходят такие вещи, что тебе капец не до рекрутинга, и я поэтому не рекрутировал. Или наоборот, у меня сегодня было столько счастья, я там день рождения отмечала, поэтому я не рекрутировала. Что еще? Ну, короче, рекрутинг – это то, что должно быть всегда. Объясню, почему. Смотрите, вот у вас сегодня день рождения, у вас бизнес, точка, магазин, да, например, там работаете вы, вы там продавец, уборщик, там, не знаю, закупщик, бухгалтер, короче, вы один за всех, это ваш бизнес. У вас сегодня день рождения, вы мне скажите, вы реально не выйдете на работу? Люди придут к магазину, там написано, работаем без перерывов и выходных, а дверь закрыта. Или вы заранее повесьте, простите, 28 августа не обслуживаемся, потому что у меня будет день рождения. Вы хоть раз видели такую вывеску на магазине? Хоть раз кто-то видел? Тогда почему мы, блин, рекрутируем по настроению? Поняли о чем я? Поставьте для себя задачу, мы строим бизнес. Плохо тебе? Плачь и рекрутируй. Хорошо тебя? Смейся и рекрутируй. Если ты знаешь, что ты сегодня будешь отмечать день рождения, встань, блин, на час раньше и сделай рекрутинг. Ляг, если ты в несколько заходов делаешь, ляг на час позже и сделай рекрутинг. Волшебно, да? Я вам больше скажу. Вот сейчас смешной пример. Еду рожать. Воды отошли неожиданно. Вечерний заход не сделала. Еще и заказ не разместила. Пишу спонсору. В машине еду. То есть как бы в роддом. Муж меня везет. В машине схватки начались. Все, еду. Боюсь жутко вообще. Вторые роды. Не знаю, куда еду. Боюсь жутко. Вечер. Девятый час. Пишу спонсору. Инстаграм. Думаю, ну у меня же заход. Надо же как-то откликаться. Ну да, заход у меня занял не 15 минут, а сколько там? Ну минут 40, наверное. Со всеми этими перерывами. Ну блин, делать-то надо. На следующий день проснулись. Вот в роддоме. Уставшая. Пошла. Кровь сдала. Дитя орет. Там покормила, покачала. Не помню уже, да? Там что, памперс поменяла, перепеленала, еще что-то. Хоп. 10 минут свободно. Ну что, нельзя порекрутировать в это время? Можно. Если у тебя есть такая задача. Если ты принял решение делать на результат. Единственное, да, я согласна, иногда бывает физически, когда ты лично не можешь. Ну то есть всякое бывает. Я помню, как я с ковидом свалилась. Температура высокая. Ну она, кстати, не очень высокая была. Где-то 38 с копейками. Но состояние. Я даже глаза открыть не могла. Я руками не могла двигать. Я ничего не могла делать. Вот два дня я лежала просто плашмя в зале под кондиционером, потому что дети по мне лазили. Благо мой спонсор приехала ко мне, блин, чтобы заразиться от меня ковидом. Это просто. Мой спонсор два дня меня, она именно в этот момент приехала с детьми, два дня меня выхаживала, скажем так, и потом уехала. Мне как раз стало лучше. И на следующий день у меня заболели дети, и я уже смогла их выхаживать. Вот. То есть, да, были такие ситуации. Ну, как бы я понимаю, что иногда может быть, но минимизировать их надо максимально. Вы просто поймите, так будет не всегда. Вам не всегда надо будет рекрутировать в таком режиме. Сейчас я не рекрутирую в таком режиме. Но в таком режиме я рекрутировала первый год и третий год. Ну, просто после первой я как бы мне комфортно было в деньгах, потом я узнала, что беременна, начала новое звание делать. То есть каждый раз, когда я открывала новую команду, это происходит рекрутинг. Система. Никто за вас ее не сделает. Но только если вы вбухаете деньги... Только если вы вбухаете деньги в таргет, и, соответственно, тогда да. Сейчас я отвечу. Вот. Поехали дальше. Оп, оп, оп. Я вернулась? Да, я вернулась. Без выходных рекрутирую. Конечно, без выходных рекрутирую. В любом случае. Ушла на 15 минут, а фиг знает, когда эти 15 минут начались. Кстати, да, 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 да. А можно я на работу не пойду, когда день рождения? Да, 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 да. Идут, блин, как миленькие. Еще проставляются там, покупают еду, чтобы там проставиться. Деньги тратят. Надо беременеть, чтобы сделать новое звание. Слушай, Оль, ну вообще я тебе могу сказать, что кто-то делает новое звание, когда беременеет, кто-то, наоборот, ни хрена не делает, еще и падает в объемах, когда беременеет. Тут зависит от человека. Вот. Я, да, делала звание, когда беременела, но третьего не планирую, а звание планирую. Поэтому как бы все нормально. Вот, ладно, здесь понятно, да? Пока вопросов нету, пошлите дальше. Рекрутируем в любом настроении. Плачем и рекрутируем. Если вы слышите, что рекрутировать надо всегда в хорошем настроении, чтобы к тебе пришли классные партнеры, вы просто не идите в рекрутинг с мыслями, что, сука, ненавижу рекрутинг, как меня это все бесит. Вот с этими мыслями туда не идите. У вас могут катиться слезы, вы можете ненавидеть весь мир вокруг, и вы рекрутируете в этот момент со словами, господи, да пошли ты мне уже, человека, который будет так же, как я, влюблен в этот бизнес, тоже будет хотеть зарабатывать и будет готов, блин, жопу свою оторвать и начать что-то делать, чтобы получить результат. Вот с такими мыслями идите в рекрутинг, даже когда вам плохо. Это же здорово, у вас появится ключевой партнер, который, если что, где-то вас там перестрахует, если вы, капец, как заболели или заняты. Я всегда привожу пример в детях. Если у вас ребенок, там, 2-3 месяца ему, даже если у вас температура 40, вы все равно его сегодня покормите, переоденете, жопу подмоете, еще что-то, знаю, сама дважды это проходило. Это хорошо, если бабушки, дедушки рядом есть, и кто-то придет, поможет. А если нету? А у большинства нету рядом людей, или там работают, или еще что-то. Берем и делаем. Точно так же. Вот бизнес в начале, когда еще у вас нету команды. Вот сейчас я могу, у меня огромная классная команда. Я могу себе позволить уехать на море, и она там, ну, и сказать, девчонки, 2 недели самоуправления, люблю, целую, нужна, буду звонить. Могу. Это как ребенок, которому 14 лет, и ты ему говоришь, дорогая, я на 2 недели на море, если что, звони мне. Люблю бабушку там через дорогу поесть, если что, там, поможет приготовить. У меня когда было 14, у меня родители на месяц, на 2 могли уезжать в командировку за границу, спокойно вообще. Я оставалась одна дома. Вот и с бизнесом так же. Пока он маленький, вы не можете его оставить. Когда он разрастется, да, пожалуйста, хоть на пассив уходите. Но нужно сначала его вырастить. Потому что, если вы на день бросите грудного ребенка, хрен его знает, что случится. Может, выживет, а может, нет. Ну, как бы, правильно же? Мы же не можем догадать. И с бизнесом так же. Может, выживет, а может, нет. Вот, поехали дальше. Методы. Давайте сейчас, подождите, перед методами я еще сразу проговорю про страхи. У вас может быть просто пересекающаяся тема. У вас может быть очень много страха в голове. Страх, что ко мне никто не придет. Страх, что я не смогу сопровождать, когда ко мне придет человек. Страх, что, а вдруг он сейчас ко мне придет и начнет рекрутировать. А вдруг он сейчас ко мне придет и начнет задавать вопросы. И иногда бывает, что вот эти страхи, они могут нас тормозить в рекрутинге. То есть мы настолько боимся, что мы, вот знаете, я когда, я не люблю звонить людям. не люблю звонить, не хочу, не люблю звонки, голосовые от меня часто можете получать, кружочки, пожалуйста, звонки, я прям очень долго настраиваюсь на то, чтобы позвонить, даже если этот звонок запланированный, даже если он с командой, ну, с командой уже как-то легче, а вот когда с новым человеком, да, мне сложно, и, знаете, вот это состояние, когда ты звонишь и думаешь, главное, чтобы трубку никто не взял, он занят, или не взял трубку, абонент не отвечает, хоть что-нибудь, и ты прям ждешь, когда абонент не отвечает, тебе скажут, или временно недоступен, знаете, да, это состояние, вот когда мы рекрутируем и боимся, что, а вдруг ко мне придет человек, я не смогу его сопровождать, или, а я не смогу, там, вести его в рекрутинге, или я не справлюсь, или еще что-то, это то же самое, что сидеть и говорить, что только не возьми трубку, и вселенная, ну, это, конечно, эзотерически звучит, но реально окружающее пространство, оно работает таким образом, что, блин, ну, не хочешь, ну, не дам тогда, раз тебе не надо, не хочешь, не дам, и вы рекрутируете как впустую, вот эти страхи иногда вам мешают, не надо думать, что я сначала проработаю свои страхи, а потом начну рекрутировать, нет, но в процессе рекрутинга начните прорабатывать свои страхи, если вы боитесь, что вы не сможете сопровождать, пойдите к этим спонсору, обсудите это, найдите причину, почему вы так боитесь, поговорите, спонсор вообще помогать, может быть, сильно будет, может быть, еще что-то, да, может, книгу какую вы почитаете, начните работать над собой, самая сложная работа в реклейм, это работа над собой, это действительно так, и вот эти страхи, их нужно прорабатывать, добавляйте к проработке страхов время, добавляйте систему, время всегда себе нужно дать, даже если вы неделю рекрутируете в системе, вы проработали все страхи, но регистрации все еще нету, например, или есть, но мало, или там пустые, да, или еще как-то, дайте себе время, время, и у каждого оно свое, но дайте себе это время, самое главное, чтобы это время было не в пустую потраченное, знаете, человек ко мне приходит и говорит, Саша, я уже полгода в твоей команде, результата нет, я, короче, решил, что я не буду работать, и я всегда нормально реагирую, потому что обычно человек, который приходит с такими словами, он все равно ни хрена не делает, он полгода был в чатах, он не рекрутировал, он, возможно, не делал то, возможно, еще что-то, что он хотел от бизнеса, а вы что хотите, если вы хотите что-то от бизнеса, вы должны делать, дайте себе время, и в это время делайте действия в системе, отработав свои страхи в определенном количестве и так далее, вот, какие методы, смотрите, теплый рынок, с теплым рынком можно работать как напрямую, просто через общение, правильно, у нас же с теплым нормальный контакт, можно работать через чаты со спонсором, ну, обычно, привет, у меня к тебе есть предложение, скажи, дополнительно, доход вообще интересен тебе, денежка лишняя не будет, человек там, ну, да, интересно, давай сейчас добавлю спонсора в чат, ну, не спонсора, руководителя добавлю в чат сейчас как раз именно человека, послушай, будет интересно, ну, как бы, напишешь, поработаешь, заработаешь денег. Не будет интереса, не будет. Я, например, сейчас привела. Общение через спонсора. Первый вариант, мы сами общаемся. Второй через спонсора. Третий вариант, баннеры. Очень люблю работу по теплому баннерным методам, а когда мы теплый, просим разместить баннер. То есть мы как бы не зовем его на бизнес, но он видит, требуется менеджер, он либо напишет, слушай, а мне вообще надо, что там делать надо. Либо скажет, да, размещу, будет знать, что вы какого-то там менеджера ищите, и плюс еще его знакомые увидят баннер и придут к вам. Этот метод работает в системе. Не так, что вы один раз кинули и все. А каждый день кому-то его кидать. Причем одним и тем же людям можно периодически его кидать, там раз в месяц, например. То есть это по работе стекла. Теперь смотрите, работа с холодным. Задавайте вопросы в процессе. У нас время идет буквально сейчас 10 минут и закончим. Мечтаю о такой команде, на которую можно положиться. Будет, будет, Клава, у тебя будет такая команда. Есть один новичок на обучение. Супер. Не люблю разговаривать, мне проще написать. Вот я такая же. Не люблю. Знаете, как, люблю своего спонсора безмерно, но это было очень сложно, когда твой спонсор, ей легче позвонить. И обычно она долго. А я не люблю разговаривать. Особенно вначале, учитывая, что я с холодного рынка была для меня. Но мне было неудобно отказать. Поэтому все эти долгие разговоры, я их выдерживала. Но в итоге это переросло в дружбу. Сейчас спонсору я могу позвонить просто в любую секунду. Ну и тогда могла, когда привыкла к этому. Вот. А так, да, проще написать. Мне тоже проще написать. Но разговоры эффективнее. Хотя есть люди, которые их не любят. Поэтому, в принципе, сложно говорить об эффективности. Так, пока вопросов нету. Супер. Поехали дальше. Холодный рынок. Смотрите. Холодный рынок – это социальные сети. И это незнакомые люди. Холодный рынок бывает оффлайн. Когда мы там… Вы могли идти, например, вот как я один раз походила мимо цветочного, зашла в цветочный. Говорю, такие у вас красивые цветы. Купила цветок, вслед отдала каталог, познакомилась, обменялась контактами и так далее. Это тоже же холодное рекрутирование. На продукт было, да, например. То есть это холодное рекрутирование. Или холодное рекрутирование через социальные сети. А это могут быть любые соцсети. Viber, WhatsApp, VK, Instagram, TikTok, Telegram. Что там еще есть? Fiesta. Росграмма нету. Вот так они создали. Что еще там? Ну, короче, любые социальные сети. Любые социальные сети – это тоже холодное рекрутирование онлайн. То есть есть холодное рекрутирование оффлайн с незнакомыми людьми и социальные сети онлайн тоже с незнакомыми людьми. Какая система работает в холодном рекрутировании? В холодном рекрутировании, чтобы получить одну регистрацию в день, у вас должно быть минимум в день 200 диалогов. Понятно? Что такое диалоги? То есть если мы работаем ВКонтакте, мы делаем подписки. В ВКонтакте мы работаем, моя команда, мы работаем через подписки. Мы делаем подписки каждый день. С одной странички можно сделать 20 добавлений в друзья, 20 подписок. Допустим, у вас 10 страничек. То есть вы делаете 200 подписок в день и пишете потом тем, кто взаимно подписался. Скажите мне, если вы сделали 200 подписок, вы сможете написать 200 первых сообщений? Нет. Потому что 200 человек на вас взаимно не подпишутся. Подпишется человек, наверное, ну там, не знаю, ВК – хорошая обратная подписка, если по друзьям друзей ходить. Ну, там, человек 70. Соответственно, если мы хотим сделать 200, сколько нам нужно страниц? Ну, минимум 20 страниц, правильно? Чтобы делать минимум 400 подписок. Понятно, да? 150, 200 первых сообщений. Если мы работаем в Инстаграме, в Инстаграме можно… Кто-то подписками работает, кто-то сразу влог пишет. Я пишу сразу. Ну, в смысле, не сразу предложение о работе, а в смысле, пишу сразу. Опять же, 150-200 диалогов я завожу. Из них человек, не знаю, 50 мне отвечают, из них человек 10 переходит на голосовой, из них 1, 2, 3 соглашаются регистрироваться. Причем иногда даже бывает, что дожималку надо кинуть, чтобы они согласились регистрироваться. То есть это количество на холодном рынке. Это вот эти люди, которые проходят мимо этой парикмахерской, а вы стоите и кричите. Открылась новая парикмахерская, заходите. Чем больше людей вас услышат, тем больше вероятность, что кто-то зайдет, спросит цену, и как вы работаете, и тем больше вероятность, что кто-то останется подстричься. То же самое. Понятно, да? В ВК мы работаем подписками и потом взаимным контактом пишем. В Инстаграм я лично пишу напрямую, но есть в команде люди, которые работают тоже подписками и потом взаимно пишут. В Ватсапе можно работать через группы, писать сообщения в влог или, например, знакомиться, добавлять людей. Друзья в одноклассниках, честно, не знаю, как у меня девчонки работают, вот Ириша тут есть, она работает в одноклассниках. Насколько я знаю, тоже там, наверное, через подписки, да, и потом общение, скорее всего, так же. Ну, в общем, методов много. Вообще не важно, каким вы методом работаете, самое главное количество. Но в среднем, вот так я смотрела во всех соцсетях, 150-200 первых сообщений, вот именно сообщений, когда вы написали, и, ребята, это не спамное сообщение влог, предлагаю работу. А диалогить с людьми, кто-то сейчас скажет, ну, диалогить с каждым это долго. Блин, да создайте себе шаблоны, сделайте, вот у меня пять текстов первых для работы в Инстаграм, например. Ну, например, тексты. Привет, слушай, увидела твои фотки в новостной ленте. Ты тоже с Волгограда, да? А ты из какого города? Я с Волгограда, вроде места знакомые. Человек говорит, либо да, я с Волгограда, если я по Волгограду рекрутирую, либо нет, я не с Волгограда. Либо он скажет, нет, я с Москвы. Да, то есть я знаю заранее, второе сообщение, примерно в таком же ключе могу сделать. Или там, например, мне нравятся твои фотографии, а, слушай, по фоткам понять не могу, а у тебя дети есть, нету? Ну, то есть, например, да, я сейчас так грубо говорю, или еще что-то. Я знаю примерно какой ответ. Что я отвечаю дальше? А, понятно, ну круто, можем с тобой дружить, общаться в Инстаграме. Тоже вот веду свой Инстаграм-страничку, пытаюсь, типа блогер. Потом дальше, слушай, у меня к тебе предложение. И дальше предложение о работе. Скажите мне, вот человек, который впервые получил мое сообщение, он поймет, что у меня все эти сообщения тупо заготовлены заранее? Скорее всего, нет, у него будет ощущение обычного общения. У каждого из вас, самое главное, вот вы сейчас послушаете мое сообщение, не надо делать такие же. Придумайте свои пять первых сообщений, на которые будет примерно одинаковый ответ. Один вариант приглашения в бизнес, который вы вслед кидаете, там пару слов написали и вслед кидаете. И потом перевод, ну там, если в ВКонтакте ничего не надо переводить, если там вы в Инсте, перевод на голосовое сообщение в WhatsApp, например, или еще что-то, неважно. И у вас получится общение в несколько сообщений. Классно! И люди, кажется, что вы с ними общаетесь, и отклик выше. Теперь смотрите, еще какой важный момент. Есть еще такой способ рекрутирования, как знакомство. Не убирайте этот способ. Посмотрите, я его когда-то услышала от Тани Дейкер, и меня поразило, что если каждый день знакомиться с одним человеком, то это 365 контактов за год. Скажите мне, из 365 человек есть вероятность, что там один ваш директор будет? А теперь давайте масштабируем. Сколько вам нужно времени, чтобы за день познакомиться с тремя людьми? Ну, пусть вы потратите там 15 минут времени онлайн, не вживую онлайн. Хотя можно и вживую, почему нет? В дворе с мамочкой, когда гуляют, можно познакомиться. В парке можно познакомиться. Да, ну то есть как вариант. В поликлинике можно познакомиться, обменяться контактами. Вот, не залите на бизнес, просто познакомьтесь, просто найдите точки соприкосновения, обменяйтесь контактами, еще что-то. Вот если с тремя людьми в день знакомиться, ребят, внимание, это больше тысячи контактов за год. Причем здесь в принципе не важна система. Если вы один день пропустите, у вас на три контакта меньше. Но, правда, если пропускать часто, то тысячи контактов за год не будет. Но тысячи контактов, это тысячи людей, которых можно попросить разместить баннер, их можно позвать в свой продуктовый чат, им можно предложить продукт, да, их можно позвать на бизнес, можно спросить, а есть ли у них знакомые, которые ищут работу, можно там, я не знаю, еще что-нибудь. Ну, короче, прикиньте, тысяча новых человек за год, масштабируйтесь, всегда смотрите наперед. Рекрутинг, вы просто поймите, вам и через год, и через два, и через три, и через 10 лет нужно им грузить бизнес. Да, может быть, через 10 лет вы будете на пассиве, у вас будет огромная команда, и вы не будете запускать новые группы. Но вы возьмете и скажете, пойдешь к Ремешевской в команду, у меня там вообще такой директор, вы с ней будете на одной волне, еще что-то, и передадите человеку, который сейчас у вас в активной работе. Это же тоже можно будет делать, правильно? Почему нет? Или вы решите запустить новую команду, чтобы еще больше увеличить свой доход. Опять-таки, вам нужны будут для этого люди. Всегда смотрите наперед, смотрите на перспективу. Вот вам еще один способ рекрутировать, метод знакомства. Используйте несколько методов в течение дня, и вы офигеете от того, каких результатов можно достичь. Вы научите своих партнеров рекрутировать, и вы офигеете, потому что, смотрите, вот сейчас масштаб. Чтобы стать директором, нужно 50 человек, которые делают личный товарооборот, 150 баллов, включенные в бизнес. Давайте чуть-чуть масштабируем. Давайте научим людей делать 200 баллов, а не 150. Тогда нам с вами сколько понадобится людей? Давайте калькулятор сейчас посчитаем. 7500 у нас директор, делаем по 200 баллов. 37 человек, 38. Давайте, допустим, 38 человек, которые делают 200 баллов, включенные в бизнес. Я понимаю, что будут люди в байке, которые просто делают баллы, но давайте вот сейчас просто по бизнес-партнерам возьмем. 38 человек. 38. Смотрим масштабнее. Найдите 9 человек лично, которые включатся в бизнес. 9 лично. Например, из башки взяла цифру. Пусть у вас уйдет на это полгода. 9 человек, вот они прям включены в работу. Вот прям они делают 200 баллов, они загорелись идеей бизнеса, они хотят, вы их сопровождаете, плотно ведете. Ребят, сразу вам скажу, ради этих 9, может быть, вы 300 переберете пустых регистраций, да? То есть, может быть, тысячу, я не знаю. Ну вот найдите своих 9. Смотрите, 9 человек и вы, это уже 10, правильно? Осталось 28. 28. Делим на этих 9 человек. 28 делим на 9. Сколько? 3 получается? Ну, чуть больше. 3. Грубо говоря. Помогите этим 9 людям найти всего по 3. По 3. Запустите в работу 3 их человека. И вы, блин, директор. Масштабнее посмотрите, прикиньте. Чтобы зарабатывать 45 тысяч в найме, мы пашем каждый день с утра до вечера. Просыпаемся, минимум 8 часов рабочий день, плюс час перерыв. Мы как бы не дома в этот момент, это не наше время. Плюс час туда, час обратно. Что это получается? 9, 10, 11. 11 часов в день. Блин, скажите мне, если вы будете рекрутировать и сопровождать людей, и развиваться 11 часов в день без перерыва. Вы можете за пару-тройку месяцев выйти на доход 45 тысяч рублей? Самый прикол, что в найме, продолжая работать в том же режиме, вы будете продолжать получать 45 тысяч. А тут, если вы будете продолжать работать в том же режиме, вы выйдете на 60, 80, 100, 150, 200. Или измените режим. И не будете жить в этой гонке. Будете жить нормально. Вот когда начинаешь смотреть на вещи масштабнее, ты и к рекрутингу относишься иначе. Ты начинаешь понимать, что рекрутинг – это дыхание бизнеса, это возможность изменить свою жизнь. Именно рекрутинг открывает перед нами все двери. А дальше добавляется личное обучение, сопровождение, развитие, ведение этих людей и так далее. Это у нас с вами отдельная тема. Но есть еще одно правило результативного рекрутинга – это гибкость, ребят. Никогда не будет волшебного одного метода, который всегда вам будет давать регистрацию. Никогда. За пять лет работы мы работали разными методами. Мы работали в Инстаграме, мы работали в ТикТоке, мы работали в ВК, мы работали в Телеграме, мы работали в Одноклассниках, мы работали… Нет, в Одноклассниках мало как-то. Мы работали в Ватсапе, в Вайбере, мы работали подписками, работали прямыми сообщениями, работали через диалоги, работали личным брендом. Господи, чем только мы не работали. Гибкость. Гибкость. Будьте в тренде. И я сейчас не про то, что там на хайпе что-то бегать, прыгать. Всегда знайте, что сейчас работает. Всегда пробуйте новые методы, причем не забрасывая старые. Пока не начнет получаться результат от нового, тогда, да, старые можете забросить и так далее. Но будьте готовы к тому, что крутинг не всегда будет одинаковый. И надо не реагировать на это. Вот, блин, вот если бы было так же, я бы сейчас нормально работала. Будьте гибкими. Бизнес тоже не стоит на месте. Вон, 10 лет назад, если бы вы сказали, что онлайн-магазины будут там доставки продуктов или еще что-то, вы бы поверили 10 лет назад этому? А сейчас Сбермаркет открыл, быстренько в корзину накидал, через пол-15 минут тебе продукты принесли. Еще и скидка какая-нибудь по промокоду. Ну, огонь же, ни очередей, ничего. 10 лет назад вы могли бы в это поверить? 10 лет назад я мечтала, чтобы можно было с подружками утром созваниваться по скайпу. Ну, ладно, это не 10 лет назад, это лет 15 назад, да? И там вещи подбирать. А сейчас вот я с вами общаюсь, куча людей вообще с разных городов, с разных точек мира. Вот так вот взяли, мы с вами созвонились, все, вот. А когда-то для меня это было мечтой, чтобы убирать вот эти вот черты пространственные. Представляете, как мир меняется? И вот в этой гибкости нам с вами тоже нужно быть. И эта гибкость будет давать вам результат. То есть мы с вами, давайте подытожим, пишите вопросы, потому что сейчас я на них отвечу, а дальше отвечать уже не буду. Дальше мы перейдем к следующей теме. Рекрутирование – это то, что необходимо для любого бизнеса. Нужно это принять как должное и найти свой метод рекрутинга. Система, количество действий, цель, зачем мы рекрутируем. Полюбить продукт, верить в себя, в компанию, в команду, в бизнес. Рекрутировать в любом настроении. Использовать все методы рекрутинга. Один должен быть у вас основной метод, обязательно, который вы лично делаете в системе всегда. Отрабатываем свои страхи, работаем над собой, помним о том, что важны время и система, и учимся быть гибкими. У вас обязательно все получится. Рекрутирование – это ваш путь к новой жизни, к более классной, крутой, офигенной, которой вы достойны. Вы достойны проживать свою лучшую жизнь здесь и сейчас. Самое главное – просто не нервничайте, когда рекрутируете, потому что мы сами создаем свое настроение. Даже если вы это не любите, ну, быстренько сделайте, а потом дайте себе шоколадочку за то, что я молодец, я сегодня порекрутировала, я умничка. Съешьте шоколадочку и поднимите себе настроение. Я не пропагандирую, есть шоколад, но вы поняли, да, какую-нибудь полезность для себя, точнее, не полезность, а какой-нибудь радость для себя. Так, твои новички баннер твой выставляют или свой делают? А нет, по ситуации кто-то делает свой, кто-то выставляет мой. Смотрю на новичков, смотрю на их фотографии, смотрю на то, как они общаются, то есть по-разному. Ну, как бы по правилам они свой делают, но по ситуации я иногда свой предлагаю. Не люблю теплые, мне проще с незнакомыми. Ну, у меня тоже так было нормально, правда, половина моего теплого оказались в других командах и потом ждали терминации, чтобы вернуться ко мне или продолжать развиваться в других командах. И это было очень обидно. Я много раз пожалела, что не работала с теплым. Вот, но, да, я тоже делала свой результат на холодном рынке через подписки. А, это вот про одноклассники Ириша ответила. У меня у одной нет звука, звук есть. Спасибо, Саша, буду пробовать активный метод знакомств, то есть способ Инсту начну, возможно, активно вести. Кстати, личный бренд, ребята, личный бренд, личный бренд, это тоже классный метод рекрутинга на перспективу, потому что, когда вы выйдете на директора, вы сможете не делать кучу тысяч сообщений на холодном рынке, потому что у вас будет личный бренд. Личный бренд создается с нуля, когда вы ничего не имеете. Вы, Саша в декрете, который сидит дома с ребенком, никуда не ходит, начинает вести личный бренд, как она что-то делает, о чем она думает, куда она начинает выходить, как у нее что-то не получается или получается, как она делает ремонт, как она моет полы, как она что делает. И к той Саше, которая выходит на доход 100 тысяч рублей, у нее посудомоечная машина, она ездит в путешествие, получает автомобиль от компании, получает то, сё, пятое, десятое. На протяжении всего этого пути к вам будут приходить люди, понимаете? Именно те люди, которые видят ваше развитие. Никто не идет к тому, у которого просто все есть. Вот у меня все есть, я начала вести личный бренд. Люди любят следить за развитием, и тогда они начинают доверять, они приходят к тебе, потому что им хочется ощущения, что они с тобой жили вместе все это время. Вот, поэтому личный бренд – это тоже способ рекрутинга на перспективу. Не забывайте о нем. А еще личный бренд – это знаете что? Это ваша… Короче, когда ты пришла такая и написала, я приняла решение, что я изменяю свою жизнь здесь и сейчас. И когда ты, блин, в какой-то момент, простите за выражение, обосрешься и решишь не делать, ты будешь помнить, что все-то слышали, что ты приняла решение, и ты сейчас как бы перед всеми будешь лохушкой, которая не справилась. И ты такая, блин, нет, лучше делать. И продолжаешь. У меня так было. У меня были несколько раз, когда на фоне своей эмоциональности я хотела нахрен все бросить и ничего не делать, причем на разных уровнях это было, но я не могла, потому что я понимала, что тогда полностью убью свой авторитет, да, и я не готова была пожертвовать своим авторитетом. Если я сказала, что я сделаю, значит, я должна сделать. И я продолжала, и это меня тоже очень часто доставало. Это тоже плюс личного бренда, что как бы… Ты же не лохушка, в смысле. Понятно? Вот. У меня, если месяц работать без выходных, 45 не получишь, максимум 35-38. Блин, прикинь, а у меня только платеж по ипотеке 36 тысяч. В каком-то Волгограде. Не в супер каком-то люксовом этом, не супер люксовой квартире или еще что-то. Это без отделки, без ремонта, без всего. Просто голая квартира, которую покупали еще на моменте стройки. 36 тысяч, и нам еще очень повезло с платежом. Вот. Представляете, всегда можно смотреть шире. Три недели работала без выходных, раздраженная, все бесило. Вот, прикиньте, а так большинство живет. Но кто-то захочет изменить свою жизнь и будет готов ради этого работать, совмещаясь с наймом, а кто-то нет. Кто-то будет продолжать действовать, так же жить, так же. И это неплохо. Это их решение. Но нам нужно найти тех, кто готов менять свою жизнь. Как и Риша, она готова менять свою жизнь. Сколько аккаунтов для начала делают новички, в каких соцсетях? У нас, если в ВКонтакте, они делают минимум 15 страниц задания, если в Инстаграме минимум 5. Кто-то скажет, тогда проще в Инстаграме. В Инстаграме создать аккаунты сложнее. Я уже неделю пытаюсь создать один аккаунт. У меня просто несколько заблочили. У меня сейчас 4 рабочих. Одного не хватает. Я неделю пытаюсь его создать, у меня не получается. Поэтому Инстаграм, это, конечно, развлечение, то еще. Саша, благодарю. Такую ценную информацию нам дают. Спасибо большое. Ребят, давайте, знаете, как сделаем. Во-первых, я сейчас сделаю скриншотик. Раз, два, три. Вот. Давайте, знаете, как сделаем. Ну, если вы меня отмечаете в Инсте, мне дико приятно, честно признать. Я прям рекочу себе. Мне прям очень приятно. Вот. Напишите мне, пожалуйста, обратную связь. Можно ли... Лучше, наверное, знаете, я сейчас, когда выложу запись, под комментариями к записи, чтобы я потом не искала их среди вот этого чата. Это будет классно. Либо, ну, в этом части, да, на крайняк. Ваша обратная связь, я только сегодня делилась в команде, она дает мне энергию делать дальше. Потому что у меня тоже бывают моменты, когда ничего не хочется, когда хочется забить, особенно когда у тебя есть деньги, ты можешь пойти погулять куда-то или еще что-то. Но ваша обратная связь, вот эта обратная связь людей, которым важна вся эта информация, и которые с помощью нее могут изменить свою жизнь, она для меня очень важна. Правда. Когда я получаю эту обратную связь, я готова делать еще больше, отдавать еще больше, стараться еще больше. Ну, у меня вот такой вот характер. Поэтому я буду очень рада вашей обратной связи. Что взяли для себя, что будете внедрять в работу, тоже пишите, не стесняйтесь. И я уверена, что у вас будут ваши классные, крутые результаты. Все. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok